Друзья, доброго дня! Да, вижу сообщение в чате, что уже 15.00 в Красноярске, и мы посмотрели, что... 15.00 или 15 градусов, там перекличка, градусы и время. Меня зовут Михаил Беляев, я приветствую вас на пятом винаре из серии циклов про удаленку. Мы говорим про удаленную работу, когда мы все разъехались из офисов по домам, с разных точек зрения. Мы провели уже 4 подхода, посмотрели на процессы, посмотрели на контроль, посмотрели на работу с документами, на CRM, на реактивацию старой базы для того, чтобы продажи как-то выросли. И сегодня, в ближайшие полтора часа, мы с вами будем смотреть на команду, на сотрудников и на взаимодействие. Как говорится, эта тема стоит в финале, но она не по значимости в финале. Тема классная, интересная, очень надеемся, что сегодня мы вам несколько либо классных инсайтов дадим, что можно делать, либо подтвердим то, что вы делаете, возможно, как-то скорректируем. Итак, по регламентным моментам. У нас с вами ближайшие полтора часа примерно, в 12.30 мы завершимся. Вебинар будет строиться из двух частей, как заведено у нас в цикле. Первая часть будет больше, назовем ее теоретическая часть, хотя там практические советы, они просто не к инструментам прикладным прикреплены. То есть в первой части мы поговорим про смыслы. Каким образом выстраивать коммуникацию, что для этого нужно, есть ли разница какая-то в сотруднике, который находится удаленно или который сидит в офисе. С точки зрения общения, с точки зрения оформления документов, возможно, с точки зрения управления этим сотрудником, постановки задач и адаптации. К нам пришел человек, что мы с ним делаем. Во второй части мы посмотрим больше применительно к инструментам BITREX24, что внутри BITREX24 есть для того, чтобы организовать правильную коммуникацию, правильное управление и взаимодействие, обучение и развитие. Вот две таких части. У нас будут два эксперта. Я, наверное, для того, чтобы долго вводить вас в курс дела, представлю сразу же Марину. Марина Вострикова – это руководитель большой команды, вот удаленных, именно удаленных специалистов, которые работают в компании 1S BITREX. Она управляет консультантами. Вопросы. Марина, выходи гулять. Марин, привет. Привет. А вдруг кто-нибудь еще не видел, как мы здороваемся, не сразу же подключился, пока мы тестили. Да. Марина собрала такой уникальный опыт, по сути. Я вот совершенно смело об этом говорю. То есть обычно мы приглашаем экспертов не из BITREX, а этой компании, наши партнеры, которые говорят про продукт, про сам, либо какие-то эксперты внешние, которые большим опытом обладают. А вот сейчас такая уникальная ситуация, что этот большой опыт аккумулирован у нас. Это не наша специализированная деятельность, то есть BITREX 24 не строит систему удаленных команд, он помогает технически, но такой классный опыт у нас есть. Поэтому мы с Мариной сейчас будем говорить о том, кто такие удаленные сотрудники и как с ними жить. Благо Марина знает, кто это такие и живет с ними счастливо. Давай так, Марина, скажи, пожалуйста, вот сотрудник в офисе и сотрудник дистанционный или удаленный, это с точки зрения компании, ну, большая разница, разные люди? Слова-синонимы. Там есть отличие, когда в трудовом договоре это называется только дистанционный сотрудник, нет термина удаленный. Ну, в принципе, для нас это одно и то же слово. Но есть для компании разница в понимании значения этого слова. Потому что удаленный и дистанционный – это не фриланс. Нельзя смешивать эти понятия. Важно понимать, что когда вы говорите о дистанционном сотруднике, то это человек, для которого вы создаете систему и который сам для себя создает систему, чтобы работать эффективно. То есть нужно думать о куче-куче разных процессов, чтобы все это заработало. Подробнее, я думаю, мы расскажем об этих процессах. Но вот давайте договоримся, что это синонимы. Удаленный сотрудник – это не тот, кого вы удалили. Иногда такая звучит версия. Но мы будем в процессе нашего общения называть и дистанционный, и удаленный как синонимы. Ну, хорошо, с этим разобрались. То есть дистанционный сотрудник или удаленный сотрудник – тот, кто работает дома, это не фриланс. Он не просто выполняет задачки, которые вы ему бросаете. Он полноценный сотрудник компании. Окей. Ну, и здесь можно иметь смысл поговорить, в принципе, о процессах, которые вы строите. Я уже упомянула про систему, но когда мы даже начинали у себя строить этот отдел дистанционных консультантов, то в первую очередь важно было понять, что компания меняет привычки свои. Привычки меняет и руководитель, и сотрудники, и коллеги. Здесь нужно заботиться о том, чтобы было место, где эти привычки менять, то есть единое информационное пространство. Не у всех оно есть на старте. Подумайте, есть ли оно у вас. И здесь важно при построении этой системы доносить до всех коллег, для всех сотрудников основную мысль, что вот здесь мы там работаем, вот здесь мы решаем задачи, здесь мы общаемся в чате, здесь там мы ссоримся, спорим и так далее. Но вот единое информационное пространство – это ключевой момент, на мой взгляд, в построении этой системы консультантов было. И есть свои преимущества, когда вы строите эту систему. В дистанционной работе вы можете нанять сотрудника из любой точки мира, из любого часового пояса. Это вам дает больше выбора по географии, по часовым поясам. То есть вы, сидя в Калининграде, как я сейчас, сможете консультировать сотрудника, в виде клиента из Владивостока и обеспечивать ему 24 на 7. И это значительная разница для компании, как плюс преимущества. Вы строите свои процессы иначе. Вот я слышу, как ты все время говоришь про систему и то, что в офисе, ну, у нас были какие-то инструменты, кажется, что были. То есть приходит человек и говорит, кажется, ну, на самом деле это такая иллюзия управления. Мы сталкивались с этим, мы говорили уже про CRM, когда вроде бы есть сотрудник отдела продаж, и кажется, что ты его контролируешь, потому что он сидит рядом с тобой. И то же самое происходит с сотрудниками, которые в офисе и не в офисе. Вот когда ты говоришь про систему, это что такое, виртуальный офис? Ну, по сути, в первую очередь, да, это виртуальный офис, и это система в голове у тех, кто в этой системе. Вот так сложно скажу, но это порядок в голове руководителя, порядок в голове у сотрудника, который работает, и порядок там в документах, во всем. Система – это когда вы действительно понимаете, что вы делаете, зачем, и проверяете эти результаты четко для достижения каких-то целей. То есть у вас есть процессы, есть механизмы, как достичь успеха в этих процессах. А почему в офисе они были не нужны? На самом деле были нужны, но многое прощалось. Можно было подойти, хлопнуть по плечу и сказать, слушай, мы сейчас все порешаем. А тут плеча рядом нету, и приходится заменять это плечо другими, более явными механизмами. И есть компании, у которых проваливается действительно коммуникация очень серьезная. Если они раньше об этом, в принципе, не заботились. Если системы не было совсем, то на старте таким компаниям действительно посложнее. Реально поменяться, но надо понимать, что больше усилий придется вкладывать. То есть должно быть две уже системы. Первая система – это система процессов, чтобы ты понимал, что происходит с сотрудником в каждый момент времени. и вторая система – автоматизированная, которая позволяет где-то отметить, нажать нужную кнопку, обратиться к коллеге и похлопать его по плечу только виртуально. Да. И это набор, вот вторая система – это набор ваших помощников, но здесь важно понимать, чтобы эти... за помощниками ищут панацею в инструментах, решая управленческие боли. Вот мы сейчас говорим скорее о важности построения первично системы у вас в голове, процессов, понимания всего этого, и тогда помощники сработают максимально эффективно, но они не будут подменять вам первичную систему. Такой философский у нас с тобой разговор получается. Ну, мы действительно немного патеретизируем, чтобы понять смысл. Коллеги пишут в чатике, что у тебя немножко трещит микрофон. Я тоже слышу. Видимо, качается провод-шнур, что-то задевает. Давайте я буду сидеть как мумия неподвижна. Ну, попробуем такое решение, да. Хорошо, да, будем. Спасибо, что ты сказал. Говорить все равно придется. Хорошо, мы про первую систему сейчас, не про техническую, наверное, больше, а про систему логическую. Давай вот еще какого вопроса немножко коснемся. Вопрос про оформление и разницу. То есть там нужна система для того, чтобы мы понимали, как сотрудник идет по наклонной вверх. Значит, и мы его как-то оформляем к себе. Вот скажи, пожалуйста, немножко из опыта, оформление дистанционного и офисного это разное ли оформление? И если ты не видишь человека, если ты вдруг нанимаешь его из другой точки и никогда не встречался еще с ним, есть ли нюансы здесь какие-то? Разница небольшая. Если вы привыкли между этажами ногами ходить и носить папки с документами на подпись, то, конечно, для вас будет разница в перестройке. Разница в чем? Вы можете использовать вместо ног и этажей электронную цифровую подпись, то есть электронный документ-оборот. По нашему опыту на этапе найма хорошо срабатывает, когда человек приходит к нотариусу и заверяет свои документы лично. Мы таким образом обеспечиваем достоверность и идентификацию документов. То есть нотариус – это как способ взаимодействовать дистанционно с документами. Если ваш сотрудник постоянно работает на дистанционной основе, то имеет смысл задуматься об оформлении либо доп. соглашения, дополнительного соглашения, либо отдельного договора на дистанционную работу. И там будет разница незначительная, но, например, в аспекте увольнения вы можете для дистанционного сотрудника прописать больше оснований для увольнения. Например, если он не заполнил 4 рабочих отчета или отсутствовал 4 часа на рабочем месте, привожу абстрактные примеры, лучше проконсультируйтесь с вашими специалистами, юристами. Но разница есть. И, в принципе, еще основной такой момент, который я вижу, отличие в том, что для дистанционного работника вы не регламентируете, не отвечаете как работодатель за его рабочее место. Он сам себе обязан сотруднику обустроить это рабочее место. Вы только даете в договоре рекомендации тому, какое оно должно быть и какое программное обеспечение он может использовать. То есть, во-первых, это два разных договора на дистанционную работу и на офисную работу. Они внутри принципиально не отличаются, там есть некоторое количество нюансов. Но они там разные. Хорошо. Теперь, если мы берем сотрудника, которого никогда не видели, нам нужно убедиться, что это именно он, кто там сидит по ту сторону экрана. И тут есть тоже два способа. Как минимум, есть электронно-цифровая подпись личная у человека. Если она у него уже готова, в тот момент, когда он работу устраивает, стоит решение, да. Кажется, что таких случаев не очень много. Если она есть, то это классно. Да, но пока покрытие электронно-цифровой подписи по физлицам не очень большое по стране. И второй момент. Если нет такой ЭЦП, то идем к нотариусу и заверяем просто паспорт, документы, которые нужно отправить. Да, заверяем минимально необходимые документы, несколько штук их там по списку, и убеждаемся тогда, что это тот самый человек, все подлинно, все хорошо. Потому что на расстоянии вам как раз самое сложное это убедиться, что человек тот самый, и документы он принес, оригиналы. Не сдает экзамен за брата. Да. Вот это. Хорошо. С этим тоже более-менее понятно. Тогда, ну, давай такой немножко спорный вопрос. Офис все-таки, или отсутствие офиса, это хорошо или плохо? Тут есть свои плюсы, свои минусы. Например, когда ты не тратишь время на дорогу, это огромнейший плюс. Сидишь дома, вышел сразу на работе. И можешь работать на другие регионы, как мы упоминали. Это плюс тоже. Но при этом есть минус значительный. Как сотрудник ты не видишь красивый офис, команду. Никто не подходит там, не подбадривает тебя лично. И в этом плане сотруднику сложнее принимать решения. Во-первых, работать с компанией, он не видит реальность. И во-вторых, для компании это, соответственно, определенное обязательство, больше ответственность создавать эту обстановку искусственно. Чтобы человек чувствовал вовлеченность, нужно онлайн компенсировать отсутствие общения различными способами, создавать ему это виртуальное пространство, виртуальный офис, мониторить состояние этого человека, как он там вообще себя чувствует. То есть вот эта продуктивная атмосфера онлайн – это задача компании на дистанционном режиме. И это важно осознавать, что там сама по себе она не появится, ее надо строить. Вот, если кратко. То есть, когда ты отказался от офиса, это ты не сделал себе легче, снизил косты на аренду, например. Это ты от аренды действительно отказался. Но если раньше ты делал общее пространство кухни или там где-то столики расставлял для того, чтобы люди могли попить кофе и поболтать друг с другом, вот для этого ты делал, для коммуникации внутренней, для налаживания горизонтальных связей, то теперь ты все это то же самое должен делать не столиками, а чем-то другим. Ты должен вытащить их на видеозвонок внезапный, там, ну, как это делается вообще? В принципе, инструментов есть множество способов тоже. Здесь каждый подбирает под себя. Но чтобы создать эту обстановку интуитивно, естественно, встроить ее в ваши процессы не навязчиво, одним днем. Если вы, кстати, начнете делать это в один день массово и очень, как это, напористо, то посчитают, что вы, как руководитель, наверное, заболели или чего-то, наверное, хотите сделать плохое со всеми, должно быть очень аккуратно, бережно, этично. Как? Давайте поговорим. Можно созваниваться с вашими сотрудниками по утрам, там, по вечерам на регулярной основе, то есть сделать процесс взаимодействия как привычку. Позвонили обязательно с видео, поговорили, узнали, как дела. Потом вы можете ставить какие-то планерки в неформальном виде. То есть как делить на две части. И жаба пахи такое? Да, у нас действительно есть планерки, когда люди приходят, наряжаются в совершенно классные костюмы или все приходят в темных очках, например. Это официальная планерка, но каждый в дресс-коде показал, что он сопричастен, повеселился, все посмеялись три минуты и пошли работать эффективно. Это пронизано, пропитано в культуре компании. У нас есть элемент неформальности, но вы можете это своим примером тоже как руководителя вводить. Как еще можно сделать? Вы можете подбадривать людей в сообщениях, в чате, в задачах, в рабочих отчетах. Вы можете писать какие-то дополнительные комментарии, неофициальные. И человек будет чувствовать, что ему, что он в офисе, что на него обратили внимание. И один из мощнейших инструментов это лайки, как ни странно. Знали бы вы, как ждут лайк нашего генерального директора Сергея Рыжикова, сотрудники, он значит огромный вес имеет. И я видела, как расстраиваются люди, когда они пишут важные сообщения о Сергеевом лайках. Трагедия. Давайте честно говорить. Я тоже пишу сообщения. И для меня тоже, несмотря на то, что я знаю Сергея, лично мы много общаемся, все равно. Давай вот здесь чуть-чуть глубже про механику обратной связи. Вот мы сейчас начали говорить. Давай первую тему мы закроем немножко. Если у вас нет офиса, все то же самое. Ну как все то же самое. Все инструменты взаимодействия, построения связей личных, горизонтальных, вертикальных, понимания, что человек расстроен в ресурсе, выпал из мотивации, вам нужно как-то компенсировать. Видеозвонками, неформальными планерками, какими-то элементами регулярных коммуникаций. И если ты в офисе видишь человека с потухшими глазами, и можешь подойти и спросить, Саша, что с тобой, то в онлайне ты должен каким-то образом эти глаза увидеть. И вот эта задача теперь ложится на компанию. Нужно простроить виртуальный офис. Вот все эти механики. Хорошо. Теперь про обратную связь. Мы много уже обсуждали это. И как-то, видимо, в культуре не очень принято давать обратную связь в хорошем смысле этого слова. Негативная прилетает быстро. Мы там много каналов имеем. Даже если мы удаленно работаем, она прям стремительная. Вот что делать с позитивной, и как ее выражать? Во-первых, выражать. И далеко не все ее выражают. А сотрудники, даже супер мотивированные на этапе старта, могут потухнуть, если вы не выражаете. А как выражать? На самом деле, тот же лайк, как мы уже упомянули. То есть, когда написано сообщение, вы ставите, по примеру, соцсетей палец вверх, палец вниз, или какие-то им эти иконы, там эмоции показываете. Это одобрение или негодование. Вот для позитивной обратной связи вы используете смайлики или там палец вверх. Очень хорошо работают, как ни странно, слова. Как это называется? Через рот, слова через... Слова через рот. Позитивная обратная связь – это когда вы созваниваетесь и рассказываете человеку, в чем он молодец. А через буквы, когда вы пишете ему осознанное сообщение, излагаете, что он сделал хорошо, как вам нравится конкретно, что он сделал, и как вы хотите в будущем, чтобы это работало. Почему важно делать позитивное закрепление? Примерно один к четырем случаям. Если вы один раз поругали человека и дали ему какую-то корректирующую обратную связь, необходимо хотя бы раза три потом или четыре дать ему закрепление, что он молодец, в других моментах он делает что-то хорошо. Тогда вот этот баланс мотивации и желание работать, вообще приходить к вам в виртуальный офис, будет соблюден. Если не дохваливать, к сожалению, гаснут, тухнут, и на зубах выдерживают далеко не многие. То есть человек будет тогда формально делать свою работу, если вы не затрепляете его работу, не отмечаете его результат, не подводите итоги. Как еще можно давать позитивную связь? Вы подводите регулярные итоги на планерках или на стратегических сессиях, ну какой-то формат, когда вы вместе собираетесь на собраниях, и по его KPI, по его планам, целям подводите итог и говорите, кто конкретно, и как он отличился в этом. Здесь еще важно давать обратную связь, кто ему помогал отличиться. Это такой элемент косвенной обратной связи, когда вы перечисляете еще сопричастных, и тогда это помогает формировать более сильную команду. Люди хотят помогать в кросс-проектах, в проектах между подразделениями. И если вы отмечаете не только главного героя, там, тимлида, проектного менеджера, а всех, кто был рядом и делал маленькие кусочки его задачи. То есть шайба забил с подачи и нужно указать с чьей обязательно. С чьей подачи. Это можно там инструмент благодарности, например, сообщением какой-то на вашем портале на корпоративную живую ленту. Инструментов много. И даже письмом, если вы не в корпортале, то есть просто написать... Письмом, да. Можно работать с письмо родителям, пишут. Есть руководители, которые советуют написать письмо благодарность родителям самого хорошего сотрудника, и это запоминается на всю жизнь, что мой руководитель подумал об этом. Ты пишешь руководителю сотрудника, что его сын, дочь отлично справляются... Нет, ты пишешь родителям сотрудника письмо о том, что он хорошо справляется. Да. Это же просто чудесно. А если ты работаешь в IT, то сначала должен объяснить, чем занимается их ребенок, и потом, что он действительно хорошо справляется. Слушай, я знаю примеры компаний, у которых, ну, не то чтобы в KPI вводили благодарность, а прям вырабатывали привычку, что я сегодня, как руководитель, должен там три раза кого-то похвалить. И вот прям как похвалил, ставлю галочку. Если у меня этого нет в привычке, если я не привык выдавать обратную связь положительную, то я себе прям такие зарубки ставлю, в календарик вешу, и сегодня три раза обязан кого-то похвалить. Поначалу это может быть даже сложно, но эта привычка классная, она потом приходит, вырабатывается и окупается очень сильно. Да, я соглашусь, это для формирования привычки, чтобы вы не забывали, очень помогает. Хорошо еще работает такой косвенный инструмент, когда вы оцениваете задачу негативно или позитивно, можно поставить там оценку задачи, и это такой не очень заметный инструмент, но когда вы системно подводите итог раз в месяц, сколько позитивных, положительных, хороших задач он сделал, в этом случае срабатывает накопительный эффект и сотрудник хочет делать еще лучше в следующем периоде. То есть такая позитивная обратная связь. Мы детально останавливаемся на этой теме. Друзья, скажите, вот у нас, есть ли у вас внутри компании, напишите в чатик, пожалуйста, какие инструменты у вас есть для того, чтобы вернуть положительную обратную связь? Вы письмом это делаете, вы, ну, давайте любые примеры, даже те, которые в офисе есть, там, подошел лично, похвалил, там, погладил по голове у кого-то, не знаю, конфетку принес, все, что угодно. Напишите пару примеров. Пока мы ждем, что вы пишете, расскажу, что у нас в отделе практикуются еще, мы создаем смешные, там, гифки, картинки, если человек сдал какой-нибудь сертификат, то делается под него прям такой коллаж с поздравлением. Ну, это тоже работает, мы скидываем это в общий чат, и все ставят лайки, поздравляют, то человек молодец. Ну, вот я вижу из сообщений чаты благодарности, если это портальная история, или каждому сотруднику лично, там, независимо, чат или похвала, какие-то бонусы, могут быть материальные, могут нематериальные, лайки в задачах упоминают, кто-то честно признается, что положительную не очень, значит, привык давать, есть разделение на доброго и злого полицейского, что один дает негативная обратная связь, второй только позитивная, так работает? Давайте скажем сразу, что не надо бояться давать эту обратную связь, вы от этого не перестанете быть злым полицейским, просто вы станете справедливым злым полицейским, который замечает и хорошее, и плохое, поэтому здесь вот вы, наоборот, проблемческого баланса достигнете, и большего уважения, ну, 100% сотрудники будут замечать, что вы их заметили. Это очень сильно усилит команду, простой способ, на самом деле, но если начнете делать, поделитесь потом эффектом, срабатывает 100%. Это который добрый, но справедливый. Добрый, но справедливый. А доброму, слишком доброму, наоборот, какие-то инструменты по корректирующей обратной связи необходимо тоже научиться использовать, то есть, если добрый не умеет критиковать конструктивно и давать обратную связь, чтобы был результат, исправь это, потому что мне нужен результат по-другому, вот доброму надо тоже перестраивать свои привычки и учиться. Это целая наука. Как давать? Есть свои алгоритмы, как давать эту обратную связь? То есть, обратите внимание, это важная тема. Можно, на самом деле, почитать. Действительно, если мы сейчас рассказываем, что можно давать добрую и отрицательную, она не отрицательной называется, корректирующая обратную связь, есть прям правило, каким образом можно давать, в каких пропорциях можно почитать, погуглить, это очень полезные навыки. Я закончу одним из комментариев. Мы говорили, что можно писать письмо родителям, а тут говорят, что есть дети же у родителей, и можно что-нибудь хорошее делать детям. Но не говорить, что их папа и мам молодцы, а просто отправить им что-нибудь классное с работы. Может, сувенирка у вас есть. Да, да. Но здесь мы больше говорим еще, наверное, про тему, что руководитель вообще замечает своего сотрудника, не только позитивную обратную связь или негативную, корректирующую. И если вы говорите о том, чтобы работать с детьми сотрудника, есть инструмент, например, такой вот управленческий метод, когда вы помните про день рождения сотрудника, ребенка сотрудника. Прям пишут уже, да. Да, пишут. И действительно, ну, многим мамам, почему-то особенно, хотя и папам тоже, очень важно, даже не собственный день рождения, а день рождения его ребенка. И в этом случае вы получаете большую лояльность от команды, просто записав в календарь события о том, что у сотрудника день рождения. Также поздравляют там с полугодием работы, с годом работы и так далее. Вот этот производственный календарь по кадрам, если вы заполните системно и будете помнить сами об этом. Одно сообщение, одна строчка в год повышает лояльность. И это тоже обратная связь от руководителя. Я тебя вижу, ты мне важен. Тебе строчка, вернее, название для книги. Одна строчка в год повышает лояльность. Бестсель. Можно писать. Ну, и с докладом, как минимум. Так, окей. Здесь тоже маленькую точку поставили. Идем дальше. Мы в названии нашего вебинара сегодняшнего выносили слово адаптация. Жутко важная история. И мы говорили, что нужна система, ну, с точки зрения логики. И система, конечно, с точки зрения инструмента. Давай немножко про логическую систему, адаптация человека. Мы его взяли на работу. И теперь он не приходит к нам в офис. А нам что-то с ним нужно сделать. Как? Как это? Должен быть план. Секрет в этом. Когда у вас есть план, все сбудется. На самом деле, вам нужно самому, как руководителю и как компании, разобраться, что вы хотите получить на выходе от этого сотрудника. Что он должен уметь и знать по окончанию испытательного срока или там с перспективой на полгода-год. Поэтому первый этап, это вы создаете систему планирования ожидаемых результатов. Затем вы доносите до сотрудника в процессе адаптации вот это свое видение разными способами. И там один из этапов не финальный, но очень важный. Вы регулярно контролируете, удалось ли вам этого достичь. И условно адаптацию можно разделить на две части. Это чтобы вообще сотрудник хотел работать и был замотивирован, горел на работе, как это называется. То есть мы растим мотивацию, это адаптация внутри компании, когда вы даете знания о том, кто вы, какие вы замечательные, какая у вас команда. Я хочу работать в этой команде, в этом коллективе. Я хочу работать. И я вообще хочу открывать компьютер, приходить в мой виртуальный офис, просто глаза открывать. А есть еще профессиональная адаптация, когда вы даете сотруднику возможность прокачивать навыки, требующиеся на вашей должности. То есть растите компетенцию, прокачивайте знания. И вот чтобы и то, и другое хорошо работало, и рост мотивации, и рост компетенции, вам необходимо продумать пошаговые процессы. От старта до какого-то контрольной точки. Ну, примерно год, я так вот советую. Это дается план развития сотрудника. Вы пишете ему что он должен знать. Кто-то совсем продвинутый может работать по карте компетенции даже. Когда измеряются параметры необходимые по целой шкале. Шкал много, целая наука, но суть просто сам для себя как руководитель вы должны понять, формализовать, что вы хотите от сотрудника. Вот это вот, наверное, самый сложный этап в адаптации разобраться с самим собой. В смысле, что я хочу конкретно, потому что я хочу, чтобы он был нормальным и хорошо работал. Так подойдет? Вот нормальный, а как это? И начинаем задавать и углубляться. Что такое нормальный? Каковы его поведенческие проявления нормальности для вас? Если он приходит в виртуальный офис и орет капслоком всем привет, ребзя. Это нормальное поведение? Нет, значит, как нормально? Вежливо приходит, общается с коллегами. Вежливо это как? И вот этот процесс погружения вопросами вглубь, это длительный процесс, примерно там месяца три может быть уйдет на то, что вы формализуете. Но максимально конкретно пропишите, как должен проявлять сотрудник себя на вашем рабочем месте и какие задачи, как он должен выполнять. Вот это занудно, но нужно писать простыми словами. Это формализация, еще раз подчеркну, достаточно сложная, но реально. Просто надо сделать один раз. Опять же, мы говорим про две части. Первая часть мотивационная и поведенческая. Человек хочет работать и понимает, как в компании принято общаться, но с банального на ты, на вы, значит, во сколько кому писать, кому звонить, и что я могу у кого попросить. Не знаю, могу ли я прийти через подразделение к кому-нибудь. Есть, ну, карта компетенции, как ее называют в умном формате, в продвинутом, когда мы говорим, наш сотрудник должен знать, ну, не знаю, какую-нибудь систему до уровня такого-то, должен знать английский до уровня вот такого-то и должен знать что-то в измеримых показателях. Это какие-то сертификаты, не знаю, или ваши внутренние проверки или что-то такое. И об этом мы рассказываем сотруднику там с самого начала. Вот это слово, которое, которое CGM, да, оно customer, Johnny MF, да, и то же самое с сотрудником работает, когда мы говорим, начиная, что вот в этой точке, дальше ты проходишь этот, этот, этот этап, и в конце ты генеральный директор. Ну, здесь ты сразу сказал и про карту, план развития, и одновременно про лестницу роста внутри подразделения. То есть здесь важно понимать, что сотрудник должен видеть и то, как он может и должен расти профессионально, и он должен видеть возможности, куда он может вырасти, если у него получится вырасти профессионально. То есть горизонт развития в должностном, там, в денежном порядке, это надо взаимосвязанно все представлять ему. Даже там в нашем отделе, казалось бы, специалисты поддержки, консультанты, куда, казалось бы, расти, кроме как не в соседние отделы, да, там, переходить. Целая лестница представлена ребятам, там, можешь стать ведущим специалистом, можешь стать капитаном команды, можешь стать наставником, кем угодно. И тогда человек понимает, что он не остановится в развитии, а если научится, если там, получит нужные сертификаты, он будет более ценный, получит, там, другую должность. То есть представляете вашему сотруднику на этапе адаптации горизонт, куда он идет и какие у него есть возможности, потенциал, это все нужно разговаривать. Дальше все это хорошо звучит, если, опять же, у вас есть план уже детализированный. То есть, когда вы делаете определенные, там, например, ежедневные задачи этому сотруднику, и он, кроме долгосрочного горизонта, еще понимает, что ему делать здесь и сейчас. Там, как это делается? Вы ставите, там, текущую задачу на день, например, я сейчас рассказываю про нашу практику, и он видит еще последующие задачи, там, на всю неделю, каждый день закрывает эту задачу, ему отвечают на эти вопросы, на вопросы, которые он задал, помогают ему разобраться с материалами, и таким образом мы адаптируем человека профессионально, то есть прокачиваем его знания. Что мы используем? Мы используем еще базу знаний, это очень важная штука, когда вы все, что держите у вас в голове, выносите в эту базу знаний, описываете, и системно постоянно наполняете, изменяете ее, то есть это должен быть живой такой организм, и сотрудник должен проникнуться доверием к этому источнику, если он видит, что она обновляется и содержит ценные данные, будет туда постоянно ходить тоже, и пополнять. То есть это такой упрощенный путь, если он что-нибудь не знает, то он понимает, что ему нужно зайти в раздел базы знаний и там подсмотреть что-нибудь. Не прийти, не дернуть коллегу, не дернуть руководителя, а просто за открытый раздел и быстро получить информацию. Да, и очень хороший раздел еще, если ты не знаешь, у кого спросить, то спроси вот у этого, тоже подсказки, невозможно покрыть базой знаний там все вопросы в организации, база знаний может еще направлять людей в нужные источники, чтобы кто-то знал. Такой алгоритм действий, если у тебя вот такая ситуация, иди в эту сторону. Да, да. Да, или спроси такого-то сотрудника, то есть в базе знаний вы можете сделать такой внутрикорпоративный раздел, рассказывающий, чем занимаются конкретные отделы, чем занимаются конкретные даже люди, как у них правильно спрашивать там информацию, в каком виде предоставлять данные. Это все тоже знания, которые необходимо передавать. Отлично. В чатике есть вопросы по базе знаний. Мы детально поговорим во второй части. Ну, там быстро можно ли разделять на разные главы и там структурные подразделения. Да, конечно, можно. Мы чуть-чуть поговорим. Так. Давай, наверное, к тому, кроме базы знаний. Мы говорили, что сотрудник видит свой горизонт. Это у нас реализовано задачками. Мы понимаем, что вот на ближайший там месяц, год можно посмотреть, если все это по шаблону расставлено, если мы сами траекторию человека нарисовали, то он ее тоже видит, она прозрачная. Если мы говорим про инструменты коммуникации, то они тоже достаточно понятны. Там чаты, видеозвонки, общие групповые чаты. Мы не говорили еще немножко, а очень классная история про людей, которые помогают внутри отдела. Они называются в разных форматах по-разному. Там наставник может быть. И вот давай про эту роль чуть-чуть. Ну, гигантская роль. Это человек, надо сразу понимать, что это не простой сотрудник, а это человек, которого мы подразумеваем как обладающего управленческими навыками. То есть это мини-руководитель, это большой помощник к основному руководителю. И у наставника есть три основных функции. Это первое, он сотруднику помогает освоить все процессы, проводит его через всю вот эту цепочку задач, отвечает на вопросы, то есть профессиональное погружение успечивает. Потом наставник помогает, дает позитивную обратную связь, психологическую в какой-то момент поддержку. То есть это не друг, но это близкий в компании человек, к которому можно прийти там со слезами. Наставник во время того, как погружает сотрудника, параллельно с этим обязательно передает сигналы руководителю, если что-то идет не так или наоборот все супер. То есть это точка между, такая точка соединения, мостик между руководителем и сотрудником. И еще у наставника важная часть это контроль качества, проверка итогов. То есть это человек, который снимает всю рутину с руководителя основного и становится проводником внутри компании для нового сотрудника. Звучит прямо сейчас как руководитель только среднего звена, Наталья. По сути, да. Да, это управленческий резерв вашей компании. Потом из наставника может вырасти действительно сильный руководитель или заместитель. Если человеку нравится воспитывать что-то новое, взращивать, вот это очень ценная вещь. У нас есть целый пост в живой ленте, такой закрепленный, где наставники пишут число людей, которые вот им удалось ввести в должность и кто сохранился после испытательного срока и до сих пор работает. Я знаю, что ребята с гордостью говорят вот такой-то, такой-то мой наставник. Они потом работают уже на равных, но остается вот это уважение в команде. Очень интересная мысль. То есть наставники это потенциальные руководители среднего, низшего, не принято же говорить, среднего звена или верхнего. То есть у них есть управленческие навыки. Классно. Значит, мы, не повышая их в должности, выдаем им роль. Они могут себя попробовать в качестве руководителя, как это. Они снимают нагрузку с основного руководителя и выстраивают очень классные связи. То есть это остается на весь срок жизни в компании. Это как-то связано с мотивацией материальной? Пока вы строите эту систему, если она еще не запустилась, то для начала можно на энтузиазме и на интересе это пробовать все. Но когда вы видите реальные результаты и человек тратит достаточно много времени и видно, что новичок проходит успешно все этапы, обязательно завяжите, конечно же, на мотивацию, потому что требуется достаточно много времени, ресурсов. Да, дополнительную мотивацию я советую сделать, но только если вы убедились, что, а, человек хорошо справляется с этой работой, и, б, что вы поняли, что они должны все делать. Окей, пару вопросов из чатика возьмем сейчас и будем, наверное, финалить нашу первую часть. Про базу знаний спрашивают, что есть часть сотрудников, которые активно ей пользуются, все здорово, а есть часть сотрудников, которые не хотят смотреть в базу знаний. Что сделать со второй частью? Ну, как это, добрым словом и пистолетом вы решите гораздо больше, чем добрым словом просто. Что мы сделали у себя? Мы недавно выгрузили список сотрудников и дату логиновых базу знаний прямо вот за период, посмотрели, какие разделы они заходят, какие нет, благо наша система это позволяет, и действительно, оказывается, что ходят далеко не все. Тогда был разбор индивидуальный с руководителем, доколе ты, сержант Иванов, нарушаешь уставные принципы. На самом деле надо проявлять строгость и заставлять, потому что вы тратите огромное количество времени, если тратите на наполнение этого контента, и если человек попадается на том, что он задает типовые вопросы, которые уже есть в базе знаний, здесь повод разобраться с ним и заставить это сделать. То есть никакой мягкости здесь проявлять не надо, наоборот. Ну, потому что проще спросить, чем пойти самому поискать. Вот это пресекается сразу, мы специально делаем. Если ты не понял, задай вопрос, мы перепишем контент, разъясним, внесем изменения, но если ты туда не ходишь, ты нарушаешь наши правила, алгоритмы. Должно быть строго. Окей. Еще вопросик про то, что роли совмещены и наставник, и руководитель один и тот же человек. Так бывает, и мы говорим, что если есть наставник, то это упрощает задачу руководителя, он часть функций перенимает на себя. Если такого человека нет, то все эти функции руководителя, да, если у него подчиненных не очень много, он нормально справляется. Если сотрудников становится больше, то ему достаточно сложно оперировать, здорово, если есть такой человек. Можно его сделать. Опять же, Марина говорит, не обязательно завязывать это на мотивацию материальную, потому что нематериальное тоже есть. Я пробую себя как руководитель, я выполняю эти функции, у меня есть позитивная обратная связь от коллег, с которыми я работал, больше уважения, доверия, теплее отношения, поэтому можно делать это без материальных вливаний. Был вопрос про то, что сотрудники вдруг приходят на работу и работают не так, как хотелось бы. Сразу это непонятно. Наверное, не совсем в тему сегодняшнего вебинара вопрос. Есть разные инструменты контроля, как проверить, как оцифровать. Но можно сказать на этапе адаптации. Я как раз вот скажу, что у вас, частью вашей системы адаптации может быть встроена в систему первичного контроля. Действительно, некоторые сотрудники приходят в компанию, проходят первичные фильтры отбора, но вы не уверены, как они себя проявят. Не можете вы это учесть в 100%. Поэтому вы выстраиваете вашу систему адаптации, в том числе еще с точки зрения фильтра. Как это работает? Задача первых дней строится, проверка этих задач, контент, с расчетом на то, что если человек отсеялся за первые 2-3 дня, потому что не выполнял то, что вы от него требуете, вы расстаетесь с этим человеком совершенно спокойно и считаете, что система адаптации сработала отлично. вы выявили тех, кто не ваш. То есть это такой первичный фильтр, который идеально работает, чтобы вы проверили человека в бою. Это нормально. Постройте именно вот с учетом такой вот реальности действительно, ждать 3 месяца испытательный срок или сколько он у вас и потом получить результат, что человек не хочет работать, не замотивирован, а зачем? То есть система адаптации, она не только добрая, но еще и справедливая. Она еще и выявляет тех, кто... Балансированная. Да. Мы за баланс. Одна из задач системы адаптации выявить, что человек не ваш. То есть он может быть просто не ваш по культуре компании. То есть у вас так не принято работать, а в другой компании так принято, и это в целом нор. Так, окей. Тогда смотрите. Наверное, еще один важный вопрос, который прям хочется задать. Есть люди, которые... Ну, как есть люди. И очень много людей теперь есть, которые вынуждены работать дома. Вот мы сели по домам, кому-то комфортно, кому-то некомфортно. Наверное, после того, как закончится карантин, часть людей скажет, слушайте, а можно я поработаю так и дальше удаленно? Так же я буду из дома, мне вполне нормально нравится. Есть ли какой-то, ну, не знаю, критерий, способ понять, человеку удаленка подходит или не подходит? Да, есть. Если мы говорим про тех, кто уже посидел на карантине и поработал из дома, вы что-то про него уже знаете, тут понятно будет, вы уже видели его результаты. А вот если человек сидел в офисе, потом хочет домой и просится на дистанционную работу, то здесь есть способ, что вы его, например, предложите поработать пять дней дома на протяжении месяца и попросите показать результаты, проверите фактически, как у него это получалось. То есть в бою человека проверяете и смотрите. Вот. Но опять же, далеко не всем может подходить с той точки зрения, что может не быть готов технически, у него может быть там не быть компьютера какого-то нормального, отдельного рабочего места, там дома могут быть дети, однушка, и никуда не скрыться, переговоры нужно проводить. Тогда, конечно, будет шум. Посмотрите, там есть ли у него там банальная камера, микрофон, программное обеспечение. Еще важный момент про это программное обеспечение и компьютер, чтобы они не просто были, а чтобы они соответствовали той должности и тем задачам, которые ему предстоит делать. Например, если ему надо проводить вебинары, чтобы у него был хороший интернет дома. Очень важный, существенный фактор. И компьютер был не очень-очень старый, который зависает и подтормаживает, а современный. То есть сопоставьте техническую готовность. Чтобы логотип правильный был на крышке, чтобы было видно, что сотрудник... Да, да. Потом вы можете разные способы контроля, посмотреть, как у него это выходит. Прямо в тест-драйв делается. Не зря же там в автосалонах есть такое. Здесь то же самое. Вы говорите, вот мы сейчас смотрим на тебя и проверяем. Ну и отдельную категорию я выявляю. Если человек испытывает в принципе проблемы с коммуникациями, то на дистанционной работе все усиливается. Трагичность ситуации усугубляется. То есть если человек не может излагать свои мысли и не хочет общаться, замкнулся, а у него... Он останется сам по себе один на один вне офиса, то ему будет еще тяжелее. Поэтому вот ему важно будет посмотреть на софт-скиллз, которые есть. Давайте перечислим. Это умение общаться, как я сказала, не грубить, не конфликтовать. Вовремя совладать со своими эмоциями и передать их по-другому. Что... Самодисциплина, умение собраться и сделать что-то в срок, там, а не смотреть сериалы на работе. Важно... Что еще важно? Важно контроль над собой, тайм-менеджмент в том числе. Это, ну, те вещи, которым можно научиться, но если у человека нет желания и склонности этому учиться, он на дистанционной работе будет наименее эффективен. Ну, а вообще пробовать? Вообще пробовать, да, и контролировать, смотреть. И тут, собственно, вы как руководитель, который организует весь этот процесс, можете посмотреть, есть ли у вас там регламенты, есть ли у вас это, в принципе, база знаний, готова ли ваша телефония и как... Вообще, насколько вы сами готовы, да, это надо посмотреть. А, то есть руководитель тоже должен быть к чему-то готов? Безусловно, у него тоже должны быть... Эти soft skills, они приобретают чрезмерно большую роль, даже вот сложно переоценить ее. На расстоянии, в дистанционной работе роль руководителя с прокачанными soft skills возрастает. И здесь самое время тогда, если мы говорим об итогах, посмотрите на себя со стороны, насколько у вас сейчас хватает в том числе инструментов виртуального вот этого окружения и еще управленческих навыков, знаний, багажа, которые вам помогут работать на дистанции, то есть из дома. Вот, если этого не хватает, этому можно и нужно учиться. Мы уже говорили, например, что есть целое искусство по обратной связи, как ее давать, есть алгоритмы, этому учат, есть управленческие различные курсы, которые мы советуем обязательно пройти, и потом вы этому же будете учить ваших наставников, линейных руководителей и всех остальных, чтобы усилить команду и строить эффективные коммуникации на расстоянии. Хорошо. То есть мы говорим, что для удаленки нужен не только сотрудник, который адекватно оценивает все, что он должен будет делать на удаленке. Это дисциплина, коммуникационные навыки, но это еще и требование к руководителю, чтобы он умел то же самое делать в хорошем формате, даже в большем, чем он обычно делает в офисе. И это еще, как мы в самом начале посмотрели, требование к компании, у которой должен быть как минимум регламент в виртуальный офис, который вкладывается не только в стулья и красивые стенки, а еще и в инструменты коммуникации и специально организует это общение между сотрудниками. Верно. Непростая история. Но реально. Но реально и многим нравится. Хорошо. Марина, спасибо огромное. Мы затронули, мне кажется, прям очень классные, интересные вещи. Я надеюсь, что эти, не знаю, советы или опыт, который мы пособирали, они участникам будут полезны. Друзья, маленькую обратную связь по первой части вебинара можно бросить вот сюда. Насколько интересно, насколько мы попали в ожидание, там, было ли что-то классное, что вы потом унесете с собой. Ну, про подарки ты сказал уже, да, что мы там подготовили. А, ну, про подарки мы сказали очень давно. Мы сказали, что мы их разошлем и мы будем делать запись. Мы как будем делать? Она все еще идет и будет идти. Этой запись мы поделимся, мы отправим на почту. Про подарки. Мы говорили, что вы не уйдете без подарков к сегодняшнему вебинару и у нас есть несколько подарков, которые мы отправим вам на почту. В частности, у Марины есть чек-лист, которым она поделится. Чек-лист про кого? Мы расскажем, каких кандидатов не подходят как раз на удаленную работу. Посмотрите там, расшифровано подробно. И есть советы по ведению корпоративной базы знаний. Тоже отправим. Все, круто. А я вас благодарю за то, что внимательно слушали, задавали вопросы. Отлично. Марина, счастливо. Так, мы переключаемся на вторую часть. Мы будем говорить больше про инструментарий, как это организовано внутри компании или может быть организовано. Саша, выходи гулять. Да, про подарки будут. Будут еще подарки, но второй части. старки. Александр Григориан, руководитель, совладелец агентства, которое занимается автоматизацией, называются они УИ, и занимаются организацией работ компаний и не очень больших, и больших, и очень много дела имели с адаптацией и с обучением. Коллега же там, собственно, продукт появился на базе Bitrix24, который говорит, что можно делать простыми инструментами, а что можно делать более сложными инструментами. Мы сегодня с Сашей поговорим о том, что действительно инструменты Bitrix24 дают для адаптации, обучения, развития, как это можно строить и подключаем естественно на вопрос без чати. Саш Павел. Друзья, привет. Марина, спасибо. Да, очень интересно, очень интересно. Мы как раз будем сейчас поподробнее про инструменты говорить о том, как можно было бы организовать эти все процессы с помощью Bitrix. И вообще, в принципе, не только про Bitrix будем говорить, но про то, как вообще это оцифровать. Я сейчас тогда, наверное, начну сразу... Так, прежде чем мы перешли непосредственно к теме, коллеги пишут про эхо, я тоже слышал, слышу про эхо. Если у тебя есть возможность выбрать микрофон на гарнитуре, то это нас спасло бы, наверное. Конечно, есть. Эхо твое или мое? Эхо, кажется, твое. Сейчас, минут. Миша, подскажи мне, где это делается? Настройки? Я боюсь, что я прям сразу не подскажу. Значит, первый способ уменьшить громкость динамиков окей, вот так лучше подскажите, пожалуйста. Кажется, что нет. А вот так, если я буду просто вот так разговаривать? Ничего не изменилось. То есть, это вот... Да. Хорошо, значит, мы сейчас попробуем вот такое вот действие. Саша попробует отключиться от эфира, воткнуть наушники и включиться в эфир заново. И мы надеемся, что это поможет. Решение. Гениально. А я пока расскажу, про которые все пишут. Значит, на каждом вебинаре мы немножко рассказываем. Вебинаров из пяти серий называется «Прогулка». И мы собирались гулять по Петербургу примерно с товарищами спикерами, но поскольку гулять нам по Петербургу пока еще нельзя и по другим городам тоже по большей части. Поэтому мы в кафе. Да, поэтому мы сегодня в кафе. Это действительно плакаты, друзья, это там не виртуальные фоны. Опять. В разные стороны, да. Это действительно плакаты, они одинаковые, бумажные, и мы, в общем, на фоне плакатов выступаем. Поэтому, кстати, очень рекомендую историю, если вы регулярно с коллегами созваниваетесь, работаете у себя из дома, с балкона или откуда-то, это совершенно ноу-хау, которое изобретено буквально, вот, не знаю, неделю назад, называется фотообои. Вот, потрясающая штука, нигде его нет, нигде не достать, не напечатать. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, можно напечатать в типографии, можно посмотреть где-нибудь в магазине и повесить позади себя. У некоторых сервисов... Пока, Миша, извини, я тебя перебью. Как у нас со звуком? Есть эхо, нет эхо, лучше стало? У меня, по крайней мере, все то же самое, что было, но слышно тебя в целом нормально, я думаю, что мы будем лететь в таком формате. Значит, да, в некоторых сервисах есть виртуальные обои, можно подложить, но для того, чтобы вы были одинаково прекрасны в любом видео, тоже, пожалуйста, можно использовать. Так, окей, значит, мы будем считать, что мы прошли вопрос со звуком. Просто у меня даже стоит эхо-подавление, но почему-то, почему-то оно не помогает. Я постараюсь говорить негромко, может быть, тогда будет меньше эхо. Я сегодня нахожусь в нашем офисе абсолютно пустом, видимо, потому какая-то дополнительная акустика. Это такой вариант карантина, обработка звука называется карантин, когда ты в большом помещении один совершенно, и, ну, поэтому, да, есть небольшое эхо. Значит, окей, друзья, давайте мы не будем останавливаться на эхо, на эхе сильно. Мы сейчас пойдем к инструментам. Саша, у тебя есть презентация. Да, давайте. Выбрасывай тогда презентацию на основной экран, и мы пробежимся что у нас сегодня будет, и что мы покажем. Давай. Да, я буду рассказывать про технологии, которые применяются, то есть, мы уже в общем сказали, про HR-тех, про то, как командные работы, как команде работать дружно, несмотря на то, что мы находимся далеко. Могу даже такое сказать, что вот вчера я очень сильно прочувствовал, как мы с нашей командой, вдруг, как будто бы мы, несмотря на то, что далеко, как будто бы мы очень вместе, активно, тесно работаем, и это в том числе благодаря инструментам, конечно, не только. данные инструменты, они призваны нам помогать, и хочется рассказать сегодня о том, что за инструменты существуют, какие инструменты мы внедряем, какая есть практика, опыт, немножко о том, как это у других компаний происходит, которым мы это внедряем. Собственно, этим мы сегодня и поделимся. Буквально, тут два слова, на что я сказал, что мы это что-то внедряем. Мы внедряем, у нас достаточно большой опыт и работы с компаниями разного сегмента, в том числе и крупные компании, на которых мы вместе с ними учимся применять лучшие практики, создаем инструменты, которые можно переносить потом на более меньшие размеры организации, которые могут эти инструменты использовать в готовом режиме. И HR, это одно из направлений, одно из наших основных направлений, в котором мы развиваемся, и поэтому у нас много решений появилось в готовых. Так, перейдем сразу про инструменты. Хочется, прежде чем мы пойдем поговорить конкретно про развитие компании и про HR, в принципе, рассказать, так у нас видно, что немножко прикрывается, в принципе, хочется рассказать о том, какой вообще должен быть джентльменский набор. Наверное, их уже немало сформировано, но вдруг еще не все с этим знакомы, о том, какие инструменты стоит применять для организации удаленной работы. Я постарался разделить здесь на три колонки. В первой колонке, в самой левой, мы видим те инструменты, без которых, ну, прям совсем нельзя. И очень опасно, если чего-то из этого у вас нет. И обратите внимание, здесь нет инструмента типа постоянная запись экрана или веб-камеры сотрудника. Это совсем не нужно, это не самое важное. Я знаю, что на одном из ранних, на первом шаге рассказывал Филип Бузенюк хорошо о том, что такое контроль, и он говорил про доверие, и надо учиться этому. Но в то же время должны быть инструменты, которые помогают вам отслеживать, что же делает ваша команда, и помогать им, для того, чтобы помочь им, для того, чтобы увидеть, где мы проседаем, потому что люди далеко находятся. Давай по самым важным пробежимся. Вот в мастер-клубе, с чего никак нельзя. Да. Ну, тут, в общем-то, понятно, что это система управления задачами, постановка задач. Если там в компании проект управления, то там это должно разрастись до системы управления проектами, но самый минимум – это постановка задач. Очень вам рекомендую, не ставьте задачи в чате, не ставьте задачи по телефону. Очень просто, надо буквально пару дней, может быть, недель, чтобы привыкнуть к тому, чтобы работать через задачи, и потом жизнь настолько становится лучше, но вы сами можете это оценить, просто попробуйте. Корпоративный чат все понятно, видеоконференции понятно, хранилище единое, где все хранятся документы, быстро можно добраться. Понятнее календари. Надо синхронизироваться, мы далеко находимся, надо в одном календаре видеть, что в компании происходит, какие мероприятия, и договориться, встретиться. Тут все, наверное, понятно. Стандарт качества, да, то, что повысит эффективность компании. Конечно же, мы сюда относим CRM. Я долго думал между тем, она должна быть в must-have или должна быть в этой колонке. Все-таки, так как не все компании активно используют CRM-систему, они активно работают с клиентами, есть такие, у которых 5 клиентов, мы поэтому не записали в левую колонку, но в целом это инструмент на грани того, чтобы находиться слева. Как и база знаний, в том числе, это инструменты, через которые сотрудник может быстро получить доступ к нужной ему информации и начать с ней работать. В том числе к информации о своих клиентах, о необходимых действиях по ним, и в том числе очень важная часть, которую замечательно предоставляет Bittrex, именно через CRM-систему, дальше вести взаимодействие с клиентами. Не открывают какие-то инструменты, соответственно, вы получаете фиксацию за одно действие. А как часто мы говорим на мероприятиях, и видим это в жизни, что те показатели, которые фиксируются, они вдруг волшебным образом начинают улучшаться. в системе управления проектами мы про нее говорили, в системе адаптации, обучения мы про них расскажем поподробнее, управление рабочим, понятно. У Майкла Джексона, что такое смартфон? Да, там написано такая, только у меня и Майкла Джексона, все помнят, наверное, эту фразу. Это для того, если вы хотите сделать еще больше эффективным этот процесс, или уже думали о том, как это применять. Я понимаю, что многие сталкивались с понятием чат-боты, ставить KPI и так далее, и тоже сталкивались с понятием геймификации. Вопрос в том, как вы это внедрите, в первую очередь. Я сегодня расскажу немножко, например, про чат-бот, про KPI. Это вопрос в том, чтобы система умела фиксировать, какие результаты достигает сотрудник, не что он делает, не сколько часов он отработал. Сейчас вообще надо про это забыть, сколько часов работал человек. Это неважно, каких результатов он достиг, как он продвигается по своим задачам. И геймификация. Это инструмент, который позволит дополнительно мотивировать. Очень многие руководители опасаются, что при переходе на удаленку вдруг не стало инструмента мотивации такого или еще какого-то. Нужно искать другие инструменты. И в том числе геймифицировать процесс, создать яркие, значимые элементы, достижения, в результате которых сотрудник, достигая которых, прошу прощения, показатели, достигая которых, сотрудник будет получать какие-то из этой клюшки. Я это еще покажу. Давайте, наверное, пойдем дальше. Итак, важно еще понимать, что тот инструмент, который вы создаете, это не должно быть большим набором инструментов. Это не множество-множество сервисов. И это, с одной стороны, быстро их можно развернуть, но с другой стороны, они дороже, они сложнее в поддержании, они очень сложно часто интегрируются. Это трудно. Для внедрения сотрудник, особенно который вдруг только сейчас пришел, и не может с ними ознакомиться, подробно сидя рядом с вами. Поэтому старайтесь организовывать все в одном пространстве. Максимально понятно, что это очень сложно сделать для людей, которые работают с какими-то отдельными сложными программными решениями, но для тех, кто выполняет свои ежедневные задачи, общается с клиентами, работает по проектам, по задачам и прочее, 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 все явно может быть в одной платформе. И поэтому, глядя на свой рабочий процесс, постарайтесь подумать, как это приземлить в один инструмент, а не во множество. И Digital Workplace еще отличается просто от корпоративного портала тем, что он интегрирован с другими системами. Если они существуют, то постарайтесь забирать оттуда данные, передавать оттуда данные, но оставлять сотрудника работать в одном окне. Итак, давайте про HR-решения и про вообще системы, которые существуют. У нас есть целый комплекс решений для автоматизации процессов работы с сотрудниками. Сюда входит и управление подбором, и управление КДП, кадровое дело производства, там, запросы справок, предоставление и прочее, и инструменты развития сотрудников, гимификация, сервисы, которые сотрудникам предоставляются, чтобы они могли бы через онлайн получать нужные им какие-то отправлять запросы, получать ответы. Здесь надо мыслить в такой паратигме, что сотрудник, он такой же клиент вашей компании. Строите для него клиентский сервис, грубо говоря, через тот же онлайн инструмент. Мы все сегодня знаем, какими прорывными являются инструменты, там, уже даже не знаю, наверное, затисканные уже давным-давно, много лет назад, но еще расскажу, Uber, Сбербанк онлайн и прочее. Насколько они стали прорывными для этих компаний. Подумайте о том же, для внутренних сотрудников. Сделайте для них тот сервис, который будет их мотивировать работать внутри системы, внутри компании. Замечательно же получать такую обратную связь от сотрудников, от менеджеров по продаж, что их драйвит работать в CRM, что они хотят работать в ней, они понимают ее ценность, они понимают, как быстро они начинают в ней развиваться, как много там рутинных операций она забирает. И за счет этого, естественно. Предлагаю, немножко к инструментам поближе. Мы сейчас тоже говорим про то, что вот это целая система. Можно посмотреть на слайдик с экосистемой и посмотреть, например, на адаптацию. Мы в первой части поговорили про смысл адаптации, но теперь давайте к инструментам, как же ее сделать в рекламном формате. Окей, спасибо. Пошли дальше. Итак, адаптация. Здесь несколько элементов. Значит, первый, самый простой, который Bittrex позволяет сделать, это настроить бизнес-процессы и настроить последовательные действия, которые должен выполнить сотрудник внутри компании. Сюда же входит и задача, которая с определенным набором чек-листа выставляется сотруднику, автоматически параллельная задача ставится HR или тому человеку, который контролирует адаптацию, и через какой-то момент должна прийти задачу руководителю, провести интервью с сотрудником, собеседование с сотрудником по прохождению испытательного срока и понять, насколько он действительно адаптировался. Очень важный момент про адаптацию. Мы часто думаем, что если сотрудник пришел к нам, он поварился, поварился, и все, он проадаптировался. Но это не так. Человек может работать несколько лет в компании, но не быть до сих пор адаптированным. Потому что адаптированный сотрудник это, когда он хорошо понимает свои должностные задачи, что он должен выполнять, как он должен выполнять, где он может получать информацию, куда ему какие вопросы задавать. И с этой частью у нас более-менее у всех в порядке. Ну, большинство организаций, хотя и там бывают пробелы, и бывает, что человек, работая много лет, что-то не знает, но потом стесняется задать вопрос. Ну, я же уже давно. И поэтому обращайте внимание, что вы даете нужную информацию порционно и вовремя. Потом вторая часть, которая часто выпускается, она очень важна. Сотрудник должен очень четко понимать, ну, грубо скажу, свое место в компании. Он должен понимать, на каком он месте находится. Не в плане, не в унижительном плане, ни в коем случае, а в позитивном. Какой я делаю вклад в общий результат? Где я? Даже если я винтик маленький, или если я значимый игрок, как я влияю на конечный результат компании? Как я влияю на ценность, которую мы создаем для клиента? Где мой вклад? Как я влияю на работу сотрудник тех коллег, которые работают после меня? Ну, например, отдел продаж и технический отдел какой-то. Это классическая история, и часто мы внедряем CRM, и призыв в том, чтобы было внедрение качественным, подружить эти два отдела, пожалуйста. И мы думаем о том, а как будет сотрудник на этапе продаж собирать нужную информацию, которая в конце уже придет. Мы учим сотрудников, менеджеров по продажам, собирать нужную информацию, которая потом поможет техническому отделу развиваться. И здесь у нас даже есть подготовленный некий чек-лист адаптационных материалов, которые нужно подготовить для менеджеров по продажам. Если мы будем с вами потом где-то общаться, вы мне напомните, я смогу вам их выслать, я позже считам свои контакты. Это те материалы, которые помогут вам подготовить правильно набор информации для отдела продаж. Что еще в адаптации может быть? Когда я сказал про знание своего места, здесь нужно понимать, что вы должны дать правильную организационную структуру. Мы для этого даже разработали специальное решение, которое внутри BITREX24 позволяет вводить две или более типов организационной структуры, потому что очень часто юридическая и функциональная отличаются друг от друга, и поэтому нужно помогать сотрудникам определиться не только где он юридическое место имеет в компании, а функционально. Я взаимодействую вот так с этими отделами, я вот здесь работаю, вот этот человек напрямую моим руководителем является, ну и так далее. Все это может строиться автоматически на базе кадровой системы. У тебя сейчас на слайде скриншот из структуры иерархической, когда человек может зайти и посмотреть, в каком он отделе, в каком отделе его коллеги может что-то найти быстро, достаточно визуально просто. Да, да, да. И третья часть, третья часть важная адаптации это корпоративная культура, это ценности компаний, это миссия компании, это какие-то правила, привычки. Я знаю, что во многих организациях они есть, не во всех компаниях они прямо озвучены, написаны на стене, но они существуют. И здесь нужно постараться донести их сразу до сотрудников. У нас такие здесь правила, принимай, пожалуйста. вот такая наша миссия, присоединяйся к ней, мы тебя зовем, делать то же самое, что делаем мы. И это очень важная часть по вовлеченности, по включенности человека в процесс. Все его действия могут иногда даже, можно сказать, кардинальным образом поменяться, в зависимости от того, понимает ли он, ради чего он его выполняет. Не просто я это сделал, положил и там куда-то отдал этот ответ, а вот этот, это возвращаясь к тому же, вот этот результат к предыдущему, этот результат вот так повлияет на конечную цель этого процесса, или этот результат так влияет на ту цель, для которой компания существует, или там на ту цель, которую мы достигаем для нашего клиента. Человек должен это понимать, он должен понимать и историю компании, как она образовалась и прочее, прочее. Здесь очень помогает хорошо визуализация, инфографика, которая снабжает человека визуальными образами, которые могут запомниться. Пойдем дальше. Я появлюсь немножко на видео. Мы сейчас говорим про такую базу знаний про компанию, когда мы должны сказать, кто мы такие, какая у нас внутри культура, что это, и что человек знает, что вот, не знаю, в этой группе, например, или вот по этой ссылке лежит база знаний, где это описано. Классно, если это описано с видео, с инфографикой, с материалами, которые визуально попроще воспринимать, но текстом это тоже можно совершенно спокойно писать. Вот даже, видите, на скриншоте у Саши текстом выделены ключевые блоки, там, по годам, все достаточно просто ориентироваться. Да, спасибо. Облачный диск. Ну, это классический инструмент, который есть в Bitrix24, просто напоминает о том, что это тоже нужно применять, там не должен быть пустым, там должна быть создана четкая структура папок, и сотрудник должен знать, что там лежит какая-то информация. То есть, если вдруг у вас нет той базы знаний, которую я показываю, просто это дополнительное решение, которое мы разрабатывали. Я его, кстати, сейчас вам покажу чуть-чуть подробнее, просто не только скриншотами, а прямо в нашем портале. Так, дайте мне, пожалуйста, подтверждение, что вы видите мой экран. Пока нет, не видим. И еще раз. Вот, мы начали видеть экран, да. Супер, друзья. Да, я нахожусь... Я вижу, или давайте подождемся пары плюсиков, только я вижу, или у всех тоже появился? Есть, плюсы есть, да, идем дальше. Мы находимся в корпоративном портале нашей компании, это то решение базы знаний, про которое я рассказал. Оно такое а-ля Вики, то есть, это структура документов. Слева я вижу структуру иерархическую, справа там все последние документы или обновления по ним. Соответственно, я внутри могу разделов находить какую-то важную для меня информацию. Давайте там что-нибудь любое из них откроем. Вот, например, здесь формат может быть любой. Приложить файл, указать ссылку, прямо здесь написать статью большую с картинками, видеозаписями и так далее. В любом формате. Что важно? Что человек может задать вопрос, это прилетит автору, и он сможет дать ответ. То есть, по каждому знанию можно продолжать его развивать, улучшать и так далее. И плюс, что мы сделали, сейчас покажу это уже в формате редактирования, очень часто бывает, что один и тот же документ не должен относиться как, например, к разделу просто процесса, и, например, есть разделы, вот я покажу у нас, например, аккаунт менеджера. И один и тот же документ по идее относится и туда, и туда. И люди, которые составляют структуру базы знаний, мучаются, а куда же положить? Мы сделали так, что один и тот же материал может быть привязан одновременно к нескольким разделам до бесконечности. И еще сделали такую замечательную возможность при редактировании, я могу каждый раз отдельно ставить галочку «Оповестить», если я сейчас нажму «Сохранить», что все сотрудники, которые связаны с разделом, в котором находится этот документ с общими знаниями, получат уведомления. Да, здесь еще важная такая у нас настройка есть, что есть привязка к определенным группам сотрудников, которые связаны с этим документом. Саша, подскажи, пожалуйста, а есть ли у тебя под руками база знаний, которые есть внутри продукта, внутри облачного продукта? Я, к сожалению, прямо сейчас в нашем портале ее не покажу, потому что мы ее не стали еще активно развивать. Я для этого сделал скриншот. Сейчас я остановлю показ. Да, мы, наверное, сейчас... Красную кнопочку «Остановить». Спасибо. Вот та база знаний, которую я только что показывал. и база знаний, которая классическая, которая в Битриксе. Ее высокая ценность в том, что это практически, да, веб-сайт внутри вашего внутри вашего Битрикс24, на котором вы можете очень ярко, красочно подать материал в стиле лонгрид. Да, и человек, начав с ним работать, сможет в формате изучения постепенно поступающей информации, картинки, текст, видеозаписи и так далее, ознакомиться с материалом. И очень здесь важна именно визуальная подача. Мы должны учитывать, что люди есть, которые по-разному воспринимают материалы, и поэтому нужно ориентироваться, что кому-то нужно больше визуально, для кого-то нужно видео, кому-то текст. Старайтесь строить материалы, включая разный формат. Я немножко по деталькам, ну, даже не по деталькам, а в общем скажу про базу знаний. То есть это, как вы видите на скриншоте, это возможность сделать такую посадочную страницу или просто страницу прямо из блоков. Для этого не нужно ничего специально знать, не нужно быть программистом. Если вы когда-нибудь сталкивались с конструктором сайтов внутри Битрикс24, то технология аналогичная. Это может быть база знаний общая на всю компанию, когда мы говорим, вот она миссия компании, вот они ценности компании, вот как мы общаемся друг с другом и вот куда идти, если у вас возникли какие-то вопросы. Для всех общее. Так, пишут про звук. Звук есть, друзья? Есть, хорошо. Значит, и такая база знаний может быть внутри проектов или внутри подразделений. Например, на отдел маркетинга мы делаем отдельную группу рабочую на портале и в ней есть база знаний по маркетингу. Она может быть не одна, внутри она может быть разделена на разные блоки, там, не знаю, интернет-маркетинг, как работать с директом, как работать с внешними каналами по лидогенерации, как работать с партнерскими интеграциями, допустим, в ивенты. Много-много блоков. За каждую базу отвечает человек определенный, он ее наполняет и в разных группах доступ к этим базам знаний определяется, входит ли ты в эту группу или нет. Ну, вот принципиально так я в общем сказал. Да, я чуть-чуть отвечу быстренько на вопросы. То решение, которое я показывал, это такое приложение существует, оно есть в Marketplace Bittrex, единственное, что оно только под коробочную версию портала. В данный момент мы в будущем планируем ее завернуть под облако, тоже пока просто не дошли немножко до этого руки. Сейчас нам нужно будет объяснить разницу облака и коробки, раз мы коснулись этого вопроса. Значит, Bittrex24 существует в двух вариантах, ну, как мы говорили, облако и коробка. Облачный сервис это когда вы заходите на портал Bittrex24.ru, заводите себе свой собственный Bittrex24 портал и для этого нужен только логин и пароль. Вы регистрируетесь, все крутится на мощностях Bittrex24 и вам для доступа нужен просто интернет и какой-то браузер либо мобильное приложение. Когда мы говорим про коробочную версию, это софт, который вы где-то устанавливаете, либо у себя внутри компании, либо на внешнем сервисе, но вот все администрирование по установке, разработке и поддержке, оно ложится на вас либо на вашего партнера-интегратора, который вам помогает. Соответственно, преимущество первого варианта это высокая скорость, вам ничего не нужно самостоятельно делать, вы зарегистрировались и уже начинаете работать. Преимущество второго варианта это глубокая кастомизация, то есть изменение. Вы можете творить с продуктом все, что угодно, начиная с дизайна, вот на скриншотах у Саши, видите, отличается дизайн особенно крупные корпорации говорят, мы хотим дизайн индивидуальный и так можно сделать в коробочном варианте. Но сложность коробочного варианта в том, что поддерживать его тоже нужно вам. Вот принципиальную разницу и идем дальше. Пойдем дальше, да. Друзья, простите, пожалуйста, что у нас звук не двоид, а троид, но, к сожалению... Не-не, должен только двоид. Нормально, не троид, должен просто двоид. У кого-то там троид, пишет Ирина нам. К сожалению, такая ситуация сейчас уже не поправить. Да, я скажу по поводу стилизации, это тоже важная часть адаптации. Постарайтесь сделать так, чтобы корпоративный портал отвечал вашей фирменной стилистике, особенно если она существует, если она яркая. Постарайтесь сделать его таким. И, кстати, специально для этого, тоже, кстати, ну, естественно, это тоже только для клиентов, у которых коробочная версия, у нас есть готовое решение, которое можно установить себе и прямо там выбрать цвета всех элементов, которые у вас будет внутри Bittrex 24, и она автоматически перекрасится. Примерно как на этой картинке. Поэтому, да, это можно тоже найти в марк. на сайте marketplace11bittrex.ru. Так, я немножко пролистнул про чат-бота. Замечательный еще инструмент. Я постараюсь коротко, потому что у нас еще много материалов про развитие обучения. Я сейчас снова включу демонстрацию экрана. В целом, существует два варианта создания чат-ботов для адаптации. Чаще всего используется тот, который делается для сотрудников, который помогает сотруднику при входе в компанию начать взаимодействовать. Он начинает подсказывать разные материалы, и через чат-бот можно их запрашивать. Я сейчас покажу на примере прототипа, потому что портал сейчас находится еще в разработке. Это для компании DNS. мы делаем. Он скоро будет... Он уже на самом деле запущен просто пока только в демо-версии, но вот этот инструмент как раз мы разрабатываем. Чат-бот. Я могу открыть обычный чат. Здесь сразу предлагаются различные кнопки. Например, я хочу познакомиться с компанией. Я нажимаю сюда, мне рассказывают про компанию, и тут, например, мне представляется наша основная задача и миссия либо преимущество работы в компании. Да, и мне там дальше последовательно выдается какая-то информация. Также, например, с любыми другими разделами. Плюс может быть такой поиск по базе знаний. То есть этот бот будет искать по той базе знаний, которую мы показывали. И здесь, например, я открываю, он мне выводит разделы в базе знаний. Я выбираю один из разделов, выбираю категорию, и теперь уже ввожу текстовый поиск. То есть мы здесь совмещаем сценарий чат-бота, что есть и через кнопки можно задавать вопросы и автоматически через текст, который будет искать. Какие, я вам расскажу. Есть плюшки, может быть, они вам понравятся тоже. В Bittrex есть замечательная бот-платформа, но она работает так, что, скорее всего, чтобы настроить бота, вам нужно будет обращаться к программисту. Мы сейчас разрабатываем решение. Оно уже через несколько месяцев появится. Это будет инструмент, конструктор ботов, с помощью которого пользователь уже неподготовленный сможет сконструировать себе чат-бот и запустить его внутри своего корпоративного портала. И там, пожалуйста, прорабатывайте любые сценарии. Также мы отдадим этот конструктор с определенным набором сценариев, в том числе по адаптации, по обучению сотрудников, через которые можно будет взять и уже адаптировать под себя. Это, наверное, кто должен сказать, что следите больше за новостями, ну или если кому-то актуально, то напишите нам, мы будем помнить о вас и расскажем, когда они появятся. Давайте чуть-чуть еще, если мы с демонстрацией закончили, чуть про сценарии. То есть сценарии чат-бота. Чат-бот можно подключить, это не функция по умолчанию, это расширение возможностей, платформа позволяет так сделать. Значит, он умеет делать что-то за вас, то есть у него можно спросить какую-то информацию, получить ответ, если он лежит в вашей базе знаний. Что можно сделать еще с чат-ботом? Он может встраиваться в процессы. Например, если вы хотите бизнес-процесс, не знаю, заявку на командировку отправлять через чат-бота, то так тоже можно делать. Его можно интегрировать с системой. Когда вы говорите, хочу в командировку в Краснодар с 15 июля, а он вам обратно отвечает, посмотрим, будете ли вы в июле выездной. Ну или какой-то другой логаритм. То есть можно вот таким образом трансформировать через чат-бота. Это очень удобно, если у вас сотрудники в основном на мобильных устройствах. Ну или если вы решили упростить или дать еще один формат коммуникации. Так, хорошо. Значит, мы посмотрели на базу знаний. Там в классическом варианте это сайты, которые вы можете редактировать. Вы можете любой текст, любое видео, там все что угодно положить туда и дать сотрудникам ссылку. Как мотивировать сотрудников, чтобы они туда ходили? Мы в первой части поговорили немножко. Так, мы говорим, что есть следующие инструменты, которые сильно помогают для обучения. Давай вот мы на обучении сконцентрируемся. Правда, у нас осталось там минут 10-11. Окей. Да, давайте пойдем дальше. Я здесь, конечно, тоже подготовил демонстрацию. попробуем сейчас емко ее рассказать. прежде чем сюда перейду, все-таки буквально пару водных слов. Сейчас, да, у многих, может быть, возникает вопрос, а нужно ли нам сейчас, в данный период времени, когда вокруг такая обстановка, заниматься обучением и развитием сотрудников? Вот, пожалуйста, дайте мне вашу обратную связь. Как вы думаете, и делаете ли вы это сейчас, и делали ли вы это до того, может быть, вы там делали, но остановились, или не делали, но начали, скажите, пожалуйста, мне очень интересно. Антон просит погромче, буду стараться громче. Да, надо понимать, что здесь есть несколько элементов. Во-первых, очень важный элемент. Сейчас от многих сотрудников требуются совершенно новые навыки. Ну, там понятно, что элементарно. Это вообще выход компании в онлайн. Если кто-то больше раньше был в оффлайне, а теперь резко надо меняться, это миллион новых навыков. Это умение работать вообще через диджитал-каналы, это умение привлекать клиентов, продавать, отгружать им, выстраивать процессы логистические, возможно, и куча-куча-куча всего, что нужно перестроить внутри компании. И здесь я вам скажу, друзья, знания постоянно обновляются, и необходимо постоянно здесь расти. Один из известных там всем аналитических компаний Deloitte, которые как раз в этой сфере специализируются, они говорят, что в будущем карьерные траектории людей будут построены исключительно на том, что будет постоянно меняться необходимые навыки, и это будет очень динамичная история. Поэтому уже сейчас старайтесь это строить. Конечно, тут же надо понимать, что в принципе сотрудник, который не обучен, не развивается, вообще нужно понимать, нужен ли вам человек, который не развивается, не стремится стать лучше, не стремится стать сильнее, не стремится дать больше вклада внутри компании, или такой человек помогает ей компании становиться сильнее. Поэтому тоже нужно понять, что это нужно было делать и всегда, и раньше, но сейчас особенно важно, потому что на нас стало больше давления. Мы тоже находимся в той ситуации, когда мы попали в более жесткую ситуацию. Но в то же время, я, конечно, наверное, скажу популярную мысль или, наоборот, для кого-то непопулярную, сейчас период возможностей, нужно расти, сейчас будет появляться много новых компаний, стартапов, меняться сферы деятельности. Ищите, как вы в это строитесь, обучайтесь этому. Так, пойдем к конкретным решениям. Я сразу покажу про то решение, которое существует, потому что в Bittrex есть и стандартный функционал, но, правда, опять-таки в коробочной версии онлайн-курсы, но он немножко, его сейчас компания практически не поддерживает, и ввиду этого мы решили создать целый большой модуль. Мы уже обудрили его в нескольких организациях, постоянно его улучшаем. Я бегом по нему пробегусь, это модуль корпоративный университет. Это один из наших, вершины нашего творчества, можно сказать, практически, потому что это очень большой функционал, который позволяет сильно автоматизировать этот процесс. Он себя включает, очень важную часть, я сейчас немножко вернусь к адаптации, это карьерную траекторию. Человек, приходя в компанию, должен понимать, я сегодня на этой позиции, а как я буду дальше идти вперед? И если у вас в организации еще 10-20 человек, это сделать просто достаточно, с каждым отдельно разговаривать, рассказывать ему, напоминать и так далее, потом контролировать, но тоже поймите, сколько это ручного труда. Но если в компании уже ближе к 50 и более, то это невозможно делать вручную, и нужен какой-то инструмент, который позволяет это структурировать. Чаще всего это делается через таблицы, еще какие-то там привычные, может быть, старые немножко инструменты, которые не автоматизированы. Мы предлагаем корпоративный университет, который позволяет, сейчас я переключусь, сразу на показ экрана, который позволяет автоматизировать процесс запуска индивидуальной программы развития для сотрудника. Подскажите, пожалуйста, видите ли вы такую сейчас девушку Софьи Рудковская? Да. Замечательно. Вот мы сейчас находимся под ней, открываем личную страницу и видим возможные варианты пути развития внутри компании. Откуда оно здесь появилось? А, вот мы видим. Потому что в нашем портале существуют настроенные карьерные траектории с самой начальной позиции до самой высокой. Мы здесь видим возможные варианты роста, горизонтальные, вертикальные, да, как я могу перейти в какую профессию. Это заранее проработано, подготовлено. На основе этого сотрудник может, соответственно, уже у себя на своей странице выбрать какой-то вариант. Ну, например, Софья Рудковская является на начальном этапе руководителя проектов, и она может двигаться на следующий уровень руководителя проекта, либо перейти, например, в техническую поддержку. Также мы здесь сразу на карточке сотрудника вывели компетенции, которые у этого сотрудника есть, да, которыми он обладает, которые подтверждены. По ним, опять-таки, тоже важный момент, можно искать сотрудников. Это очень важно, когда вам нужно быстро собрать команду под какую-то локальную задачу, нужно понять опыт и компетенции, которые помогают именно тут. И помогает отфильтровать, найти сотрудников, у которых это есть. Итак, я нахожусь на своей странице, выбираю, что хочу стать руководителем проекта уровня middle, и мне предлагается создать индивидуальную программу развития по тем компетенциям, которых мне не хватает для этой позиции. Я нажимаю кнопочку, все происходит автоматически, создается программа развития, сразу сохраняется черновик, если вдруг в этот момент выключится свет, все уже сохранено. Я могу выбрать период, в котором я буду развиваться, и теперь примерно около часа уйдет у сотрудника на то, чтобы эту программу запустить, но это очень ценно на будущее, на целый год. Андрей, пока мы не перешли на целый год, к сожалению, целого года у нас прямо сейчас нет. Слушай, я вижу, что это классный инструмент для тех, кто серьезно задумывается о карьерной траектории внутри компании. Давай предположим на минуту, что у компании сейчас нет таких наработок с карьерной траекторией. Если есть задача сотрудника, который удаленный дома у себя, научить и проверить, насколько он научился, чем можно пользоваться, что это может быть? Здесь, смотрите, опять-таки мы говорили уже про базу знаний, и в принципе, да, хорошо, если вы подошли так, что запустили у себя в базе знаний создали необходимые статьи, которые дают сотруднику эту информацию. Здесь очень хорошо, что эта информация визуальная, наглядная, она все время там хранится, сотрудник может не возвращаться. Например, сейчас вы перешли на удаленку, нужно как-то поменять принципы работы в компании. Они стали немножко другими. Кстати, если кому-то тоже нужно, вы можете к нам обратиться, мы будем делиться с вами тем, что мы для себя сами обрабатываем и поможем, вдруг это окажется для вас полезным. Значит, эти принципы помогают, прошу прощения, это видео, не сказал, руководитель компании может записать видеозапись, где он расскажет, что друзья, мы теперь работаем на удаленке, работаем так и так. Какие-то там ожидания, как это будет производиться и так далее. Обязательно давайте рекомендации сотрудникам, что задачи там не ставьте в чате, ставьте их в задачах, а в чате мы делаем то, здесь делаем то и так далее. Сейчас это важно очень дать, потому что не каждый понимает, как правильно работать, а когда ты работаешь, но не знаешь как, это дискомфорт. Это все время низкая эффективность, максимальная прозрачность, понимание, разложенное по полочкам структуру работы, позволяет максимально эффективно работать. И поэтому, если вы дадите такое видео, будет это очень полезно для каждого сотрудника. Или статью напишите, или тезисно распишите после видео, чтобы человек мог, кто там не может посмотреть видеозапись, хотя бы ознакомиться с основными тезисами. Но, как проверить, что человек его посмотрел, изучил и принимать работу? Очень сложно. И тут уже как раз на помощь могут прийти инструменты видео онлайн-курсов. Я как раз сейчас элемент небольшой этого показывал. Оно включено в корпоративный университет, но может быть также отдельным элементом. Вот здесь такой слайд. Вон, я покажу здесь. И онлайн-курс, который запускается внутри, там задается вопрос, поддерживается ли SCORM. Да, поддерживается SCORM. Можно загружать SCORM-курсы. Будет, соответственно, внутри уже онлайн-курс. Можно отследить, до какого шага дошел сотрудник, что он изучил. После этого создать небольшой тест, чтобы проверить освояемость знаний. Кто хочет, может учесть это как-то в структуре мотивации денежных сотрудников. Кто не хочет, может просто кого-то отметить, что вот эти ребята самые крутые. Они лучше всех знают, как мы работаем. И здесь очень важно создавать постоянную мотивацию на то, что в компании ценятся люди, которые хорошо знают. И не очень ценятся те, кто знают что-то плохо. Ну и какие конкретно знания. Ценность знаний должна в компании быть очевидна для всех. Я тогда пробегу про этот инструмент. Я коротко скажу, что он также появляется в мобильном приложении. Там автоматически появляются пункты, меню, и там уже можно через него работать. В том числе здесь есть онлайн-библиотека, интеграция с библиотеками МИФ. И все книги там из издательств вдруг появятся внутри вашего портала. Переходим к завершению. Я не буду сейчас рассказывать про все тренды, потому что у нас на это, конечно, нет времени. Я как-то составлял такую карту HR Digital или HR Tech Трендов, которые актуальны в этом году. Ориентировался на разные исследования, в том числе на наш опыт знаний и что к нам, с какими запросами приходит. Но хочу отметить очень один важный тренд, немножко сегодня про него проговорили. Это employee experience, то есть это опыт сотрудника. Раньше, когда, так как мы многие знаем, что принцип работы с людьми, с сотрудниками, очень часто переходит к нам от принципов работы с клиентами. Например, была CRM, теперь очень часто стали применять автоматизацию воронки работы с соискателями. Идентичный инструмент был Customer Journey Map, карта путешествия клиента. Когда мы понимаем, какой жизненный цикл у клиента на каждом этапе и где мы можем его улучшить. Я могу тут тоже, если кто-то запросит, поделиться конкретными инструментами для его проработки. Аналогично для сотрудников должна существовать тоже карта движения его внутри компании. Мы создали такую универсальную карту, это плакат, он есть и в бумажном, и в электронном виде. Их будут еще рассылать по завершению всего вебинара, вы их все получите. На этом плакате уже сразу отмечены основные жизненные циклы сотрудников внутри компании и отмечены инструменты, которые уже существуют в Bitrix24 или которые мы специально разработали для каждого этапа. Соответственно, сейчас важно подумать, какой жизненный цикл сотрудника в моей компании, как он в нее приходит или даже еще как он про нее узнает до того, как пришел к нам. И важно это довести до самого конца. А когда он уйдет, он будет про нашу компанию что говорить? А будет ли он ее рекомендовать? И, соответственно, на каждом этапе мы должны учитывать, как мы его адаптировали, как мы дальше его вопрекаем в компании, как мы делаем для него этот процесс более интересным, как мы его развиваем, обучаем, как мы делаем его деятельность более эффективной. И, соответственно... Коллеги в чатике спрашивают, будет ли доступна презентация. Да, мы поделимся презентацией. Можно будет посмотреть на карту, можно будет посмотреть на материалы, про которые мы говорили. У нас уже 31 минута практически на часах у меня, по крайней мере. Все, я... Я предлагаю... Да, я предлагаю вернуться на слайд, где мы показывали инструменты по трем группам. Обязательные, желательные и продвинутые, назовем их, для тех, кто об этом думает. Там в самом начале презентации мы это давали. Вот он. Смотрите, маленькое резюме сегодняшней встречи. Мы говорили о том, насколько важна... Ну, насколько отличается работа сотрудников в офисе и управление сотрудниками коммуникации от дистанционной. Кажется, здесь все достаточно прозрачно. Если идти к инструментам, инструментам Bitrix24, то вот на три группы Саша разделил здесь то, что необходимо без каких-то вариантов иметь сразу же. Это работа с задачами TaskTracker, это чаты видеоконференции для коммуникации, это хранилище документов для того, чтобы у каждого был доступ, это календари для общей синхронизации времени и работы. Когда мы говорим про обучение сотрудника, мы говорим, что обучение прозрачные процессы. Нужно показывать, что человек видит на входе, к чему он может дойти и какие требования у нас есть по дороге. Здесь есть две части. Первая – системная. Вы должны сами понимать, какие конкретно компетенции, как их проверить у сотрудников в каждый момент времени, через неделю, через месяц, через год. Вы должны понимать, как мы хотим, чтобы сотрудники на уровне общей культуры компании коммуницировали. Ну и тоже, как это проверить. Как это можно делать в плане техники? Мы говорим, есть отличный инструмент, который называется база знаний. В нем хранится информация, и на него периодически даются ссылки, или если тебе что-то непонятно, ты идешь по тому маршруту, который описан в базе знаний. Спроси у коллеги, спроси у своего куратора. Куратор – важная история. Мы говорим о том, что есть таск-трекер, в котором точно так же можно отображать это. Если мы выстроили сотруднику задачи на ближайшие полтора-два месяца, мы показываем, вот чего должен ты достичь, и, пожалуйста, можно посмотреть задачку, что ты должен сделать сегодня, завтра, послезавтра, или через три недели. Это тоже очень прозрачный инструмент. Мы можем использовать курсы для сотрудников, когда он прошел по главам эти курсы, и в конце этого курса есть тест. По умолчанию это существует либо в коробочном Витрис 24, можно посмотреть приложение в Витрис 24, приложение для облака, там тоже можно найти. Ну и инструменты продвинутые, которые позволяют строить карьерную траекторию, которые позволяют выстраивать последовательность действий для того, чтобы достичь определенной компетенции или квалификации, можно найти тоже либо в приложении, либо, например, к компании Ули обратиться. У них действительно есть корпоративный университет, который продвинуто работает с этими технологиями. Так, я потерял из вида Сашу. Так, Саша, вернись, пожалуйста. Да, маленькое резюме твое. Я вижу, как меняются слайды, но не слышу тебя. У меня нет ни видео, ни звука. Саша, мы не видим и не слышим тебя. Да, да, да. Спасибо, Миша, спасибо, друзья. Я буквально хочу пару слов в завершении сказать. Я хочу, во-первых, пожалуйста, обратите внимание на то, что эта ситуация может позволить вам стать лучше. И постарайтесь найти, как сейчас вы можете развивать ваши процессы, инструменты. Используйте это время на пользу. Как в этой ситуации находить те вещи, которые вам помогают. И вовлекайте в работу. Да, я здесь использовал картинку, которая долгое время ходила по интернету. Там была немножко другая фраза. Но смысл примерно тот же. В смысл примерно тот же, да. Задавайте себе вопросы и ищите на них ответы. И да, в общем-то, те карты, про которые мы рассказывали, они будут рассылаться. Это и карта процесса внедрения, и карта путешествия сотрудника. Все это можно запросить. И точнее, все это будет запрашивать. По адресам, на которые вы регистрировались, мы отправим материалы и отправим ссылку на видеозапись. Про видеозапись я также, опять же, скажу, что как только она сконвертируется, есть тут некоторый внутренний процесс у платформы, мы сразу же поделимся этой записью. Можно будет ее посмотреть. Тут тоже ничего не нужно специально делать. Да, друзья, большое вам спасибо, что вы были с нами, задавали вопросы. Очень так по-живому получилось пообщаться. Я очень надеюсь, что вам это будет как-то полезно. Вы будете, если раньше не развивали, не адаптировали сотрудников, то постарайтесь уделить этому внимания сегодня больше. И это поможет вашим компаниям становиться сильнее, пережить вот этот текущий период и выйти даже, может, победителем из него, чего я всем вам желаю. Ну, спасибо огромное за комментарии ваши. Мы говорили про позитивную обратную связь, и вот сейчас мы ее прямо ловим, это жутко приятно. Вы говорите спасибо, говорите, что полезно. Это то, что мы хотели, то, что мы планировали. Огромное спасибо, друзья. Применяйте и до новых встреч. Все, спасибо. Пока. Продолжение следует...